По данным научного журнала Science Advanced, более 80% населения планеты живет под засвеченным небом. Казалось бы, чем человеку может навредить обычный свет? Однако, проблема светового загрязнения в крупных городах стоит остро. Световое загрязнение, в строгом смысле слова, это вызванное человеком превышение уровня наружного света по сравнению с естественными показателями. Также световым загрязнением называют наличие нежелательного, неподходящего или чрезмерного искусственного освещения. Существует несколько типов светового загрязнения. Световое вторжение – это явление, когда свет попадает в окно и мешает полноценному сну. Чрезмерное освещение – это явление, при котором интенсивность света превышает необходимую для определенной деятельности. Оно разнится от страны к стране в зависимости от модели использования света. Переизбыток источников света, который может привести к ослеплению, особо опасен на дорогах, так как сильно повышает вероятность аварий. Есть категория граждан, и надо подходить индивидуально, которые чувствительны к световому давлению во время, когда должен быть сон. А есть такая категория граждан, которые к этому нечувствительны, надо подходить индивидуально. Эти исследования есть. Ко мне, как к психотерапевту, как к психологу, конечно, обращаются люди с неврозами, но невротик обычно имеет плохой сон автоматически. Потому что плохой сон, бессонница, инфомия – это часто продолжение дневного невроза только в ночное время. Поэтому эта проблема серьезная, и вообще, согласно мировой статистике, на первом месте из ценностей – это пища, на втором месте – сон. Световое загрязнение наносит вред окружающей среде и экосфере. Оно сопряжено с большими энергетическими потерями. Согласно данным Международной ассоциации темного неба, по крайней мере 35% наружного освещения тратится впустую из-за плохого проектирования осветительных приборов. Однако наиболее сильный негативный эффект от светового загрязнения испытывают астрономы. Космический мусор и спутники отражают свет, исходящий от Земли, а зеркальные ими лучи Солнца постоянно появляются в виде полос при астрономических наблюдениях, проводимых с помощью наземных телескопов. Если ничего не припринять, в скором времени люди не смогут изучать космос с Земли. Однако важнее всего отметить то влияние, которое световое загрязнение оказывает на людей. Процессы в организме человека могут сбиться из-за светового загрязнения, что чревато бессонницей, хронической усталостью, головными болями, стрессом и тревогой. Излишнее воздействие света по ночам и сопряженное с этим нарушение циркадных ритмов может привести к депрессии. Если человек долго не будет спать, у него возникает депрессия. Вообще человек максимум может не спать где-то исследование проводили 36 часов, потом начинается галлюцинация. Если человек просто не дает спать в силу определенной среды, в которой он живет, а он здоровый, а ему не дают спать. Это может стать триггером для невротизма и депрессии. Существуют рекомендации, с помощью которых можно сократить световое загрязнение. По словам экспертов, для этого надо руководствоваться следующими принципами. Использовать искусственное освещение умеренной интенсивности, теплых оттенков и только там, где это действительно нужно. Желательно также, чтобы свет был направленным и не затрагивал окружающую территорию. Какой из всего этого может сделать вывод? Несмотря на то, что световое загрязнение, но и серьезный ущерб окружающей среде и человеку, вряд ли стоит ожидать глобальной борьбы с этим явлением в ближайшее время. К тому же в мире существуют и куда более серьезные проблемы, в том числе и экологического характера. Азад Хусейнов, Тимур Ахметов, Универ Новости.